Закрываем эту не поапрельски морозную неделю горячими новостями и яркими событиями, о которых расскажем вам сейчас и непременно. В студии Большого Радио Пётр Болочев. Добрый вечер. Максим Жиравин. Всем привет. За режиссёрским пультом с нами Алексей Марин, меня зовут Александра Козлова. Вас приглашаем присоединяться к нам в 45 09 45. Звоните и номер для ваших сообщений в любом удобном вам формате 8 921 045 10 45. И начнём мы, пожалуй, с опроса, который был проведён независимыми исследователями в ЦИОМОМ. Максимально независимые исследования. Да, опросы мы любим, а здесь потрясающие ещё формулировки. Россияне разделились в вопросе представления партиями их интересов. И мне очень понравилась сразу же первая формулировка с первого прямо предложения. Почти половина, 42% россиян, не считают, что существуют партии, которые представляют их интересы. А я категорически согласен. Нет, считают, что не существуют и не считают, что существуют. И это очень разные вещи. Противоположного мнения придерживается почти столько же, 43% опрошенных. В ЦИОМ провёл исследование, ведомости опубликовали. Вот скажите, кстати, вопрос на засыпку. Вопрос с подвохом. А вот понятно, Пётр, вы тоже не считаете, что есть партия, которая представляет ваши интересы? Я бы сказал, что у нас в России, по крайней мере, нет партии, которые представляют чьи-либо интересы, кроме своих, либо государственной власти. Хорошо. А была ли партия когда-либо, в какой-либо стране, которая могла бы представлять ваши интересы? У вас же широкий кругозор, я знаю. Так, подождите, сформулируйте вопрос ещё раз. В какой-либо стране, в каком-либо государственном строе, в какое-либо время существовала ли партия, которая, по вашему мнению, представляла интересы, могла бы представлять ваши интересы? Ну, мои интересы могла бы представлять только та партия, которая существует в России. Вот, понимаете. Но если пофантазировать. Я себе представляю, чтобы, допустим, в Соединенных Штатах какая-то партия отстаивала мои интересы россияне. Соответствовала бы ваше представление. Вот вы закапываетесь, меня в смысле пытаетесь закапать, но может быть вам какие-нибудь республиканцы где-нибудь нравятся? Тори? Или там истинные хины, я не знаю, в конце концов. Я когда-то был ассоциированным членом конфедерации анархосиндикалистов России и Украины. Но анархосиндикализм — это течение, которое отрицает партии вообще. Тогда все понятно. Это движение. Сразу бы с этого и начали. Макс? Я пока политически, моя душа политически не примкнула никакому движению. И никогда такого пока не существовало, поэтому... Все впереди? Да. Ну что ж, давайте зароемся в вопрос. Каждый десятый респондент выступает за появление новых партий. 45% хотели бы уменьшить их количество, а 37% опрошенных не желают никаких изменений. Исследователи также спросили, какой партии не хватает и с какими характеристиками. И вот здесь в ответ 4% респондентов заявили о необходимости народной партии, выражающей интересы народа и партии, решающей социальный вопрос, заботящейся о людях. И еще 2% пожелали появления оппозиционной независимой партии, честной, справедливой партии и коммунистической партии по типу существовавшей в СССР. 58% сочли, что партии без того сейчас достаточно. Ну вот смотрите, то есть эти самые 4%, которые хотят партию, выражающую интересы народа, люди вообще не понимают сущности того, что есть партия. Партия выражает интересы части, какой-то части народа, большой части, маленькой, но само, но семантические слова партия это часть чего-то. Да, совершенно верно. Не может быть партии, которая выражает интересы всего, как в свое время говорили, советского многонационального народа. Вот я, например, себе совершенно спокойно готов представить партию в России современной. Подождите, вы сейчас представите, у нас звоночек есть, а потом мы представим. Алло. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Вера. Я вот тоже согласна с Петром, что интересы у всех разные, и представлять интересы всех невозможно, никакой партии. Но в Советском Союзе, я там тоже долго прожила, была коммунистическая партия, которая четко представляла интересы обиженных жен. Они приходили в партком, жаловались и накручивали. И мужья лишали партбилета. Да, и мужья оставались в семье, там, вели себя хорошо, переставали пить и так далее. А мужья не ходили в партком? Жен жаловаться. Ну а почему нет? Нет, ну, наверное, и такие случаи были, но снова это были жены. Вот. А сейчас, я думаю, все партии, которые существуют, они даже не ставят целью представить чьи-то интересы, кроме своих. И даже вам предложу такой случай. У меня мама была соседкой мальчика, сироты, родители которого скончались от алкоголизма, и разорили квартиру, в которую он вернулся, до стен. Не было полов, не было второй части окон, дверей вешковых, только не так ничего не было. Вот этот ребенок вернулся в эту квартиру из детского дома. И моя мама, будучи уже очень взрослым человеком, помогала ему как-то вжиться в эту жизнь, как-то адаптироваться и приучала ее к социуму. Вот моя мама лично, лично обошла представительство всех партий, всех, чтобы как-то помочь этому мальчику, значит, частично хотя бы отремонтировать квартиру, чтобы она была пригодна для жизни. И все партии отказали, все партии, кроме ЛДПР. Вот, ЛДПР выделили мешок цемента. Вот такая была история. Такая помощь. Поэтому это такой пример очень показательный. Да, Вера, действительно показательный. Спасибо огромное вам за звонок, всегда рады вам в нашем эфире. Вот такая история. Вот, понимаете, я что думаю, какой-то реальный функционал повлиять вообще на что-либо, то есть административно или еще как-то, есть у партии, которая занимает место, соответственно, в парламенте. Если партия не парламентская, то, как правило, рычагов воздействия у нее практически отсутствуют. Это превращает партию просто в круг по интересам, по идеологическим, политическим, экономическим, еще каким-то. То есть это вот люди, у которых есть какое-то, что-то общее их объединяет. То есть взгляды на жизнь, да, или о том, куда должна двигаться страна. Ну или маленький кусочек этой конкретной страны, да, если мы там говорим, что партия у нас поддерживает и отстаивает интересы какой-то небольшой группы людей. Из-за этого, ну, делается вывод, можно сделать вывод, что, ну, как будто бы в целом общем партия какая бы ни находилась, да, в парламенте или не в парламенте, но какой-то один главный интерес у нее все-таки должен быть. То есть это люди. Невозможно представлять или не представлять интересы отдельной категории людей. Нельзя, чтобы партия, не получится так, чтобы какая-то партия пришла, допустим, к власти, все захватила и оставила какую-то отдельную группу людей, значит, за бортом своих интересов. Да ты что? Да, да, ну мне так хотелось бы, конечно, в это верить. Я просто вот думаю про то, что ты сказал, про если партии не входят в парламентскую вот эту историю, но у нас же есть большинство, которое, в принципе, своей массой может задавить любое решение. Да, то есть и даже если есть какая-то партия с небольшим представительством, ну, какие-нибудь новые люди, которые есть в Госдуме, есть большая, мощная партия власти, да, которая себя так и позиционирует. И она любое решение маленькой, маленькой численным представительством партии может задавить легко на голосование. Вообще, да, не глядя на мнение всех остальных, даже если их там очень много, но меньше, чем половина. Беда ваша в том, что вы говорите о нынешней ситуации. Забываю, что еще относительно, по историческим меркам, вообще вчера у нас в российском парламенте была совершенно другая ситуация, когда у нас была мощнейшая фракция Компартия, которая могла блокировать решение. Пусть не продавить свои, но блокировать решение тогда партия власти называлась несколько иначе. Вот. И с ними вынуждены были договариваться. Когда ЛДПР показала на выборах первый состав Государственной Думы дикий совершенно процент, когда Жириновский ходил с выпученным куракоглазами, потому что он этого не ожидал. И он боялся, а что с ним теперь будет? Так в этом-то и смысл. Так вот, понимаете, когда тогда были фракции крупные, которые в состоянии были договорившись партии власти противопоставить практически большинство, вот тогда вынуждены были договариваться. Именно эта ситуация так не устроила власти, что в итоге наш парламент был отстроен до нынешней модели. Так в этом-то и смысл, да? То есть, ну партии, сколько бы ты там мест в парламенте не занял, чьи бы ты интересы не отстаивал, вы должны договариваться, наверное, да, о чем-то общем, о чем-то едином. Не должно получаться такой картины, когда кто-то один может позволить себе задавить не просто кого-то другого, а всех вообще других. Я вот небольшой знаток нынешней ситуации в областной думе, но, по-моему, там сейчас один справедливый... В нашей областной? Да, да. По-моему, один справедливый рост. Два. Два. Там один справедливый рост. Почему? Макаревич и Гесмеев. А, прошу прощения. Так. Пара коммунистов, кажется, да? От ЛДПР сколько? Кто там? Гонтарь. Ничтожно мало. Представляете, они даже вместе. Не в состоянии, да. Не составляют там четверти от состава. В Госдуме такая же картина. Ну да, но при этом интересно другое. Если у нас сначала была одна партия, да, коммунистическая, если мы берем экскурс в историю, потом у нас была многопартийная история, и даже как-то эти партии шли какими-то своими курсами, они имели свою харизму, свое какое-то представление, то сейчас большинство партий хотят вот иметь возможность влиять на решение. И из-за этого они вынуждены, грубо говоря, договариваться между собой. То есть какие-то договорники, они все равно происходят. Потому что, допустим, какая-то партия поменьше, она приходит большой и говорит, слушай, большая партия с красивым медведем на флаге, у нас тут есть инициатива, она, ну, вроде неплохая. Давай мы как-то ее обсудим и вместе выработаем ее как повестку. И получается, что и наша идея, но мы тут присоседимся, и вы скажете, что да, вы поддерживаете, или что даже мы вместе ее разрабатывали, но мы ее примем. А медведь на флаге что делает? Он инициативу этой маленькой партии отметает, а через пару месяцев подает ее в переписанной своей рукой виде? Нет. Иногда медведю надо договариваться, иногда у нас происходит история, когда депутаты одной большой партии и одной или двух маленьких вместе выходят с какой-то консолидированной инициативой. Потому что маленьким-то тоже нужно что-то своему избирателю дать. А если все это, все эти маленькие партии, это большой договорняк, то надо как-то тогда это все презентовать. Еще мне очень понравился комментарий эксперта Глеба Кузнецова, который определил пять направлений, по которым можно разделить нынешние партии. Это как раз вот, Петр, как вы говорите, что сейчас у нас в Думе. И он называет партией Сабеса, занимающейся заботой, защитой, какой раньше была справедливая Россия. Партия Прогресса для думающих о будущем, это от Союза правых сил до новых людей. Партия Государственной повестки, это ядро. Партия Золотого века, как ни странно, это КПРФ, пользующаяся ностальгией по прошлому. И вот тоже интересная формулировка, партия оставься на спокое, ЛДПР при Жириновском. Потому что сейчас Слуцкий-то как-то пытается все это бодрить. Соответственно, сейчас все они так или иначе хотят прислониться и быть отчасти хотя бы партии Государственной повестки. И поэтому, как сказал тот же самый Кузнецов, в итоге они размывают свою субъективность. И теряют связь со своим избирателем. Да, прислоняясь к большой партии. Я вот, меня звонок перебил, в голове у меня родилась мысль о том, что у нас в России может быть создана партия, которая будет партией, ну, такой эталонной. Потому что, если у нас будет партия, которая представляет интересы новых россиян, то есть мигрантов, получивших российское гражданство, несмотря на разную национальность исходную, у них общий интерес и общие проблемы. И партия, которая будет называться «Новый россиянин», я не знаю, я бренды не создаю, вот партия, которая заявит, что она считает своим электоратом именно эту категорию граждан и готова защищать их интересы, вот это будет партия в классическом понимании. Интересно будет послушать в контексте данной, ну, мы называем это не инициативой, а идеей, да, концептом, интересно будет послушать представителей наших южных республик Российской Федерации, которые в повестке существующей России выступают, в общем-то, в поддержку и действующей партии власти, и лидера нашего, но возникнет какая-то новая парадигма. А если эта парадигма хоть в каком-то варианте возникнет, то мне кажется, что мы окончательно перестанем быть сами собой в нашей стране. Ну, потому что, ну, как вот, как еще дальше-то куда? Нет, ну, вы согласны, что вот в этой категории новых граждан у них есть свои интересы? Не хочу с этим соглашаться. Свои интересы. Нет, свои интересы, свои проблемы, безусловно, есть, но... Вы понимаете, что если мы хотим их интегрировать... Ты что же мне второй раз в угол загоняете за 15 минут эфира? Нет, ну, если мы хотим их интегрировать, значит, с ними нужно выстраивать... А мы хотим их интегрировать? Мы им паспорта даем. Если им даются паспорта и гражданство. Мы, кстати, не раз и не два, когда обсуждали здесь миграционные вопросы о проблеме мигрантов, я всегда говорила о том, что мне, например, не нравится та легкость, с которой они получают российские паспорта. Я за ужесточение экзаменов, я за ужесточение требований к мигрантам, я за то, чтобы их всячески фиксировать и не пускать в нашу страну тех, кто на территории своей страны совершил преступление. Потому что я читаю новости каждый день, это моя работа. И я в ужасе от того обилия и количества преступлений, которые совершаются приехавшими в нашу страну людьми. Ну, это и полиция, кстати, отмечала ОМВД, Министерство внутренних дел, в смысле федеральное, что у нас, несмотря на то, что доля преступлений, которые совершают гости из межнего зарубежья, она по объективным причинам ниже, чем наши сограждане, соотечественники их совершают, но при этом в объеме, в натуральную величину оно серьезно выросло. То есть там, ну, может быть, конечно, не в разы. Статистика была о том, что за прошлый год среди преступлений совершаемых приезжих вырастает число преступлений тяжелых и особо тяжких. Угу. И, да, и более того, это какая-то, я не знаю, ну, то есть это, возможно, стереотип, это, возможно, искажение через зеркало медиа, но эти все преступления, они... Возьмем вчерашнюю историю, когда разговор двух человек на парковке закончился убийством русского человека, потому что приехавший мигрант, приехавший с нарушением в нашу страну, заключивший фиктивный брак для того, чтобы получить документы. Папа его заключил фиктивный брак, а убивец, это сын этого папы с фиктивным браком. Хорошо, не суть. Закончилось тем, что он достал нож и просто убил человека, а потом, как сейчас сообщают в СМИ, поехал с братом ужинать. А более того, сейчас, когда обыски прошли у них в квартире, у него в мешочках нашли 70 миллионов рублей. У него нашли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов, что в сумме выражается... В рубля. Да, ну, хорошо, как бы в любом случае сумма вот бешеная. Причем у него у самого еще в феврале истек срок легального пребывания в Российской Федерации. За два месяца никто не обеспокоился из внутренних органов этим вопросом. Значит, неясен источник доходов этой семьи. С таким доходом, с заработком. Одни СМИ сообщают, что у них якобы они торгуют обувью через Вайлдберрис, другие СМИ сообщают, что у них какие-то торговые точки на рынке садовод. Я так понимаю, это Новый Черкизовский рынок. В общем, тут огромное количество вопросов, как всегда, к нашим внутренним органам, которые жиреют вот именно на этой нелегальной миграции и на нежных, неформальных отношениях с теми, кого еще недавно называли диаспорами. Как нежно и непринужденно мы перешли... От политических партий? От политических партий, представляющих интересы россиян, мы перешли к миграционной повестке. Петр, все благодаря вашей легкой руке. Спасибо, спасибо. Ну и давайте тогда перейдем к региональным новостям. В Мурманской области появилось звание... Появится, да? Появится, да. Почетный работник органов местного самоуправления. И это меня бесит. Рассказывайте. Нет, ну понимаете, я яростный противник того, что у нас, помимо государственных наград, и их у нас слишком много, на мой взгляд, вот, и система наших наград настолько громоздкая и невнятная. Кроме государственных наград у нас есть ведомственные награды, общественные награды, региональные награды, церковные награды. Да. Причем не только русской правоохранной церкви, но и вот мусульмане, оказывается, имеют свои церковные ордена, ну, религиозные ордена. Понимаете, вот мне в этом смысле очень нравится принцип награждения, существующий в Великой Британии. Так. Там формулировка блестящая, ну, отточенная веками и юристами. Источником чести в Великобритании является монарх. Все. Только монарх вправе кого-либо чем-либо наградить. Зато как это ценно, представляете? Совершенно верно. Когда там в рыцаре посвящают каких-нибудь 70-летних дедушек. Да, 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 совершенно верно. И я именно про них. Ну что ж, про почетного работника органов местного самоуправления мы все-таки еще поговорим чуть-чуть, но после рекламы на Большом Радио. Продолжаем обсуждать новости, и в частности, появление знака «Почетный работник органов местного самоуправления». Вероятное появление. Вероятное появление. То раз закон уж приняли, то, скорее всего, стало дело за подписью. А подпись, я думаю, появится. «Присвоение такого звания станет, по мнению депутата, достойным признанием заслуг перед регионом лучших представителей сферы местного самоуправления, многие из которых работают в муниципалитетах долгие годы и заслужили за уважение земляков». Чем уважение земляков не устраивает почетное присвоение почетного жителя, например, города того или иного? Для почетного жителя там статус определенный. Я подозреваю, что нужно все-таки побольше заслуг. А тут, понимаете, все эти почетные работники чего-нибудь в областном масштабе... Это благодарственная грамота на месте работы. Нет. Это для людей в возрасте важно, потому что это даст возможность... У нас есть день работника муниципального управления? У нас есть день местного самоуправления. Подойдет? Уже скоро, кстати. Значит, к этому празднику люди, награжденные этим званием и вышедшие на пенсии, будут получать тысячу рублей. Две бумажки. Сначала грамоту, а потом тысячу рублей. Повольше, а потом поменьше. Грамоту они получат раз и навсегда. А потом каждый год к этому празднику они будут к пенсии получать добавку в 500 или 1000 рублей. Бешеные деньги. Ну, для пенсионера и копеечка важна. Понимаю это. Это желание такое, знаете, вот... Во-первых, от муниципалитета выбирается депутат какой-то, так? Вот он парадеет какого-нибудь служащего муниципалитета в получении этого звания. А тот поможет ему там перед выборами провести встречи с избирателями. Ай-яй-яй-яй, коррупционную составляющую усматриваю я в этом. Только вы? Так я об этом... Иногда кажется, что да. Открыто и говорю. Все эти вот знаки там, областной почетный работник образования и так далее. Это все вот маленькая добавочка к пенсии раз в год. И возможность наладить связи с лидерами общественного мнения на муниципальном уровне. То есть, которые позволят... Я тебя награжу, а ты мне поможешь на выборах. Вот. Возможно. Но кому не светит подобная награда, так это бывшему мэру Перми, который теперь покидает краевое правительство. Об этом сегодня сообщили все СМИ. Господин Дюмин, который занимал пост заместителя председателя краевого правительства, покидает свой пост. Демкин. И причем мы как бы... Я даже боюсь, что он Демкин. Демкин. Возможно. Заявление, с которым он ушел, осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильное место заявления по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы. А что такого наговорил сын? Сразу же заинтересовались многие. А сын господина Демкина, Илья, опубликовал на своей странице в социальных сетях видео с Бали, где он показывает прекрасную природу и сопровождает это следующим комментарием. Ребята, ну вот это мое утро субботы. Ну нахрена мне Пермь? Ну человек на сказочном Бали. Да. Вот. Уже два года практически там. Это вам не на севере жить. Это да. Это надо... На севере это другое. А на Бали жить? А на Бали, да. Наверное, хорошо. Да. Но стоит отметить, что сын политика действительно с марта 22 года живет на острове Индонезии. По утверждению ряда телеграм-каналов. Неужели как-то с 24 февраля 22 года связано? Зачем? Вы просто так совпало. Раз и переезд на Бали. А билет достался дешевый, и он метнулся. Да. Мужчине проживание на Бали оплачивает крупный пермский застройщик, торговый дом ПЗСП. Согласно информации телеграм-канала МЭШ, соучредителем предприятия является сам Илья Денкин. С 23 года выручка компании составила около 4 миллиардов рублей. Талантливый сын бывшего мэра. Да. Может позволить себе жить на Бали. Вполне может. Но вот высказываться так, не подумал о папе. Не подумал, да, о папе, и папа теперь вот поплатился местом, и теперь будет искать себе другой место работы. Ну, побираться не пойдет, я думаю. Ну, учитывая, что у сына богатая компания, возможно, папа тоже переедет на Бали. Ну, а мы с вами подбираемся вплотную к музыкальной паузе. И сегодня у нас музыкальная композиция не будет привязана к какой-то конкретной дате, не будет привязана к какому-то конкретному исполнителю. Она впрямую привязалась к состоянию погоды, скажем так. Температура, состояние дорог, вот эта серость вокруг, холод, уныние. Все это привело меня к выбору песни. Так ясное солнце светит, Александр. Да. Песня эта была написана представителем известной группы, но написана она была практически сольно. И, что интересно, эта песня никогда не исполнялась на концертах. Более того, исследователи творчества, певца и сочинителя, которого мы сейчас послушаем, очень часто и очень внимательно разбирали эту песню и находили в ней некие христианские параллели. И более того, очень многие музыкальные критики, а также поклонники группы и музыкальные эксперты уверяли, что в этой музыкальной композиции усматриваются мысли об Иисусе Христе, и, в частности, о Воскресении и Пасхе. То есть это прямо вполне сейчас нам подходит по сезону, по датам и по всему хорошему. Очень, да, очень ты долго держишь интригу. Песня эта была написана в 1988 году. Написана она была Виктором Цоем, и называется эта песня «Апрель». Огромное количество новостей читаем мы за день для того, чтобы рассказать вам самое интересное. И прямо сейчас продолжим. Сначала напомню, номера телефонов 45-09-45, номер для ваших звонков 8-921-045-1045, номер для ваших сообщений в любом удобном формате. В России начали прорабатывать меры по борьбе с кадровым голодом. Вот, и мне кажется, эта новость, она касается практически каждого, кто еще не вышел на пенсию, а даже и тех, кто на пенсию уже вышел. А ведь вы правы, Петр. А я вот всегда прав. Как никто, я бы сказал. Российские власти начали прорабатывать меры по борьбе с кадровым голодом в стране. Одна из рассматриваемых инициатив достаточно неожиданная. Увеличение количества дней сверхурочной работы подряд, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник. Подобную меру предлагали, в частности, в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. В настоящее время трудовым кодексом допустимы переработки по 4 часа в течение двух дней подряд, то есть по 12 часов в день. В день управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского Союза промышленников и предпринимателей Марина Москвина заявляла, что такая инициатива позволила бы повысить гибкость использования рабочего времени и в некоторых случаях снизить потребность в новых кадрах. Я тебя перебью несмешной шуткой про человека, который настолько волен вообще в выборе. Он говорит, значит, хочу, прихожу на работу в 6 утра. Хочу, ухожу с нее в 12 ночи. Вот это, мне кажется, про эту историю. Я бы сказал, что если эта инициатива будет одобрена и принята, то это будет огромный такой рычаг давления на всех работников. А на бизнес это не будет огромным рычагом давления? В смысле? Ну, за внеурочку нужно платить. А у нас очень бизнес прям бежит волосы назад платить за внеурочную работу? Так нет, это же не обязательно. Тот бизнес, которому нужно, вот кровь из носа выпустить определенное количество продукции, а работников, которые это количество продукции могут выпустить, у него нет. Так надо заставить в два раза больше работать тех, кто есть. Да, ну, придется. Ну, и платить придется. Ну, так мы и цену задерем. Не, подожди, ну, либо это другая история. Это когда у тебя, опять же, какой-то проект, который тебе надо сдать, и ты понимаешь, что ты не можешь даже на полставки взять людей, которые тебе дополняют ту историю. Но у тебя есть твои сотрудники, которые готовы доработать. Ну, там, какой-нибудь интеллектуальный труд. Журналисты, я думаю, что на это многие... Это сразу превращается из меры в стимулирование в меру принуждения. А это две большие разницы. Я стимулирую своего работника и прошу его, да, поработать лишние четыре часа. Я не за это доплачу. Или я угрожаю, как говорит Петр, давлением, да, что, а вот теперь приняли такой закон, и ты работаешь не потому, что я тебя очень сильно прошу, и ты хочешь заработать денег, а потому что ты должен. Ну, и еще один вариант, который непонятен мне с точки зрения занятости людей. В Министерстве экономического развития сообщили, что рассматривают меру по повышению производительности труда на российских предприятиях за счет большей автоматизации рабочих процессов. То есть, грубо говоря, правильно я понимаю, заменить часть рабочих машинами? Ну, в общем-то, да, но, извините, это что, новый метод? Его кто-то запрещал? По-моему... Где-то с конца, с начала прошлого века у нас есть история с автоматизацией труда. Да, вот, я помню в советские времена это волшебное слово автоматизация труда, вот, это легальный, законный, и всегда был законный метод. Ну, мы уже обсуждали, да, как что у нас тут, значит, радиоведущих и журналистов нейросетями заменят этими всеми историями сразу. Меня больше смутила другая мера, вот, по регулированию рынка, цитирую, снижение барьеров при трудоустройстве граждан, что имеется в виду? Мигранты. Да? Думаете? Уверена. А меня, например, заинтересовала... Ничего другого просто в голову не приходит. А меня, например, заинтересовала инициатива, связанная с субсидированием модернизации предприятий и привлечения к труду пенсионеров и подростков. Да? Ну, так если нет рабочих рук? Ну, как-то, наверное, надо... На одной из программ мы, кстати говоря, обсуждали вообще историю с пенсионерами, и вообще, кажется, кадровая тема, она наскачует с выпуска в выпуск в том или ином виде, и мы в том числе вот с другим составом немножко обсуждали, что предприятия, в общем-то, пересматривают свою модель и свой подход к тому, как формировать кадровый состав, да, если у нас там еще лет, ну, наверное, 10 точно назад, 15, может быть, был упор на омоложение кадров, да, и мы хотели, наоборот, там, из ряда сфер чуть ли не принудительно мы убирали возрастных сотрудников, когда говорили, там, об образовании, о медицине, то сейчас, наоборот, то есть люди готовы даже заниматься переобучением своих возрастных каких-то подчиненных, да, чтобы они продолжали работать, потому что они понимают, что новых кадров их просто нет, их физически ниоткуда взять, поэтому ты должен работать с тем... — Потому что они родили. — Их не родили, либо там они, ну, уехали, если мы по какие-то узкоспециальные сферы говорили. — Или ушли в бьюти-индустрию. — Или так, или работают в, ну, в каком-то другом секторе, да, экономики, и ты вынужден работать, ну, с тем ресурсом, который у тебя есть, а если твой ресурс — это возрастные работники, ну, ты крутишься как можешь. — Да, при этом, кстати, посмотрите, как размылись границы некоторых профессий, географические, что ли, да, то есть журналистика, которая раньше, ну, нельзя было представить себе, что у тебя есть журналист, который работает на тебя в другом городе, потому что вроде как мероприятие, вроде как коммуникация со спикерами. — Журналист, ноги, корни, как волк, надо быть на месте событий. — А сейчас у тебя журналист может жить даже в другом часовом поясе, но при этом работать на, как бы, твою медиа. — Ну, если журналист занимается рерайтом, так он может быть на другой планете. — А интервью, которое, допустим, не обмороченно срочное, вполне себе можно по интернету, обменяться голосовыми сообщениями, вопросы ответы. — Да, написать просто даже. — Да, поэтому вот как-то журналистика, она ушла вот от этой истории. — Можно ли это назвать журналистикой? — Почему нет? Очень многие мероприятия сейчас транслируются от оператива губернатора до заседания Государственной Думы и всего прочего. Все ушло в интернет. — Так у нас президент проводит заседание правительства или общается с губернаторами по этой самой ВКС. — Да, поэтому подходит ли... — Это экономит время. — Подходят ли теперь вот эти вот истории, вот эти форматы борьбы с кадром голодом, они, наверное, подходят для каких-то более приземленных и привязанных к территориям профессий. — И, кстати, вот этот, не знаю, как можно это назвать, технологическим скачком, да, или просто каким-то переменным отношением к работе в подобных сферах, это позволяет в том числе работнику, например, закрывать несколько позиций. То есть он может работать уже не на одну компанию, сидя в офисе, да, с девяти там до пяти или бегая. — Ну и на ее конкуренту. — В том числе, да, ну почему нет? То есть я могу заниматься сразу несколькими вещами и как-то сам формировать свой рабочий день, из чего он состоит, да, чем я занимаюсь. — И все времена, когда редактор вызывал тебя на ковер и говорил ей, вот ты вот напубликовался в другом издании, а я тебе этого не разрешал. — Ну, я застала времена, я в газете начинала работать, застала времена с вот этой историей с коврами, с планерками, летучками и со всем прочим, поэтому теоретически да. — Вот сейчас, интересно, кто-нибудь может запретить своему журналисту в свободное от работы время писать для другого издания? — Формулировка конфликта редакционных интересов осталась. — Поэтому все пишут под псевдонимами, если хотят, где-то, да, где-то на другой стороне. — Но есть же отпечатки пальчиков, стилистические особенности. — Да, лингвистический профиль тоже есть, поэтому сейчас, кстати, сейчас мало того, что некоторые работают под псевдонимами в других редакциях, некоторые еще и анонимные телеграм-каналы ведут, поэтому есть варианты. Продолжая тему трудоустройства и работы, россияне начали отказываться работать с токсичными начальниками. — Давно пара. — Была ли у вас история когда-нибудь, когда вы меняли работу из-за того, что вас не устраивал начальник? У меня — да. — Я чуть не поменял, вот прям буквально чуть не поменял, но не успел поменять, потому что начальник сам ушел. — Кстати, вообще отличный вариант. — Я поступил гораздо более радикально, я ушел на пенсию. — Итак, что показывает нам новый опрос? Токсичность непосредственно руководителя вошла в топ-3 причины, за которых россияне готовы поменять работу. Такие данные следуют из совместного опроса нескольких кадровых агентств. В число факторов, которые мотивируют людей сменить работу, помимо уровня зарплаты и психологического климата, в коллективе впервые вошло недовольство руководителя. — Причем оно на втором месте по чистоте. — Да, и это свидетельствует в первую очередь о том, что конкуренция за сотрудников на российском рынке труда растет, и они могут позволить себе выбрать место трудоустройства по все большему числу критериев. По данным вопросам, в первую очередь, сотрудники компании готовы менять место работы из-за недостаточной оплаты труда — 70%. На втором месте тот самый токсичный руководитель — 56%. На третьем месте конфликты в коллективе и с коллективом — 44% опрос. — Это, кстати, то, о чем я периодически говорю, когда мы в компании обсуждаем, и некоторым сотрудникам, если возникает какой-то разговор по душам. Уже давно деньги не первый, или, по крайней мере, не единственный определяющий фактор, но не единственный и не всегда ключевой. То есть, ну, зачастую человек готов получать чуть-чуть меньше, но работать в комфортной психологической обстановке, чем получать много денег, но когда у тебя начальник, там, не знаю, самодур какой-нибудь или еще что-то. Ну да. Ну и, кстати, опять же, очень часто, когда человек устраивается на руководящую должность, запрашивают анамнез, так скажем, из предыдущих работ. И вот в последнее время туда вошел вопрос о том, насколько комфортная была психологическая обстановка в коллективе, которым управлял руководитель, который переходит на другое место работы. Я бы сказал, давно пора было это сделать. Да. И, опять же, как говорят вот эти вот рекрутинговые агентства и агентства, которые занимаются трудоустройством людей, кандидаты сами собирают отзывы по рынку о будущем руководителе. И если они, по большей части, негативные, человек, скорее всего, откажется от предложения по работе. Уровень текучести на российском рынке труда за последнее время действительно вырос. И, как следует из работы замглавы Центра трудовых исследований Ростислава Копелюшникова, эскалация вакансий на российском рынке труда, динамика, структура, триггер в 2020 году. Какой русский язык. Да. Во всей экономике РФ валовый оборот замедлился до 52%. Это как понять? Что такое валовый оборот кадров? Ну, как это... Сколько уволилось? Да, 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 вот эта вся история. То есть, получается, что 52% замедлилась вот эта вот вся история с заменой кадров. Непонятно. Важно еще все-таки учитывать, ну, мы не нанимаем руководителей, но тем, кто этим вдруг занимается из наших радиослушателей, понятное дело, что создавать комфортную атмосферу в руководимом подразделении или предприятии, это забота в том числе и главного руководителя этого предприятия. Но все-таки не надо в эту няшность нырять с головой. Руководитель все-таки, руководитель, у него должен быть не только пряник, но и кнот. Вот, ну и потом... Либо просто черствый пряник. Понимаете, если речь идет не о приеме на работу самого главного руководителя, вот, а если это руководитель какого-то подразделения, то тот, кто его нанимает главный руководитель, должен понимать, что все-таки он ждет результат от работы этого человека. А не корпоративы каждую пятницу. Да, не эти фитнесы в обеденный перерыв и тому подобное, что все-таки нужно результаты давать. Слушайте, но с другой стороны... Человек должен разбираться, иметь, ну, навыки в той сфере, в которой он приходит руководить. Конечно, конечно. Да, но комфорт на рабочем месте, вот эта история, она у каждого человека в голове своя. И, например, у меня был один знакомый руководитель, который считал, что вот у него есть, допустим, оборудованная в офисе обеденная зона, в которой был, так сказать, all-inclusive, то есть чай, кофе, плюшки, фрукты, там, вот это вот все, сливки в кофе, молоко в чай, для сотрудников, да. И он считал, что вот это вот абсолютно комфортная среда, которую он молодец такой создал. Но при этом он орал, как последний мерзавец на своих сотрудников каждый день. Так вот. И как бы вот о каком комфортном климате и комфортном состоянии может идти речь? О чем и речь, то есть, да, то есть просто новость-то нужно правильно немножко ее читать, то есть речь идет именно о психологическом комфорте, речь не про фитнесы, не какие-то там тимбилдинги и все прочее. То есть это просто руководитель должен быть адекватным, да, нормально общаться со своими сотрудниками, никак при этом не сбрасывая со счетов свои профессиональные навыки, должностные обязанности при всем при этом. Когда вот ты за чашкой кофе орешь на своих подчиненных, ну, наверное, это немножко не то, чего ждут люди, когда работают друг с другом. Давайте я уж подсыплю абсурда, обсуждаемую тему. Я работал в редакции, в которой главный редактор решил вот в здании редакции сделать сауну, вот, и говорил, это для комфорта сотрудников. Правда, парился в ней в основном он, вот, и приглашенные им лица, вот, но баня была, поэтому, когда следующий редактор пришел, а баня эта прогремела в определенных, так сказать, властных кабинетах, вот, то первое, что сделал новый главный редактор, он эту баню закрыл. Слушайте, вы не поверите, но я работала в другой редакции, в которой тоже была очень смешная история, потому что открывая помещение за помещением, знакомясь, так сказать, с северенным хозяйством, я открыла одну из дверей, обнаружила там сауну. Поэтому это какая-то, это какой-то тренд, возможно, какая-то мода. Мы не в одной редакции работали. Нет, мы работали в разных редакциях, но, ну, как бы, это действительно очень забавно, понимание. И просто, посидите, редакция, рабочий день закончился, все завернулись в полотенчики и пошли в сауну. Для средства массовой информации нет ничего более полезного, чем сауна. Да. Причем, ну, то есть сауна это такое достаточно, на мой личный вкус, довольно-таки интимное предприятие, вот, и, конечно, не каждый и не со всеми коллегами захочет этим заниматься. Зато, посмотри, как шикарно можно людей приглашать на интервью. Чай, кофе, сауна. Почему бы нет? Варианты, возможно, разные. Понимание психологического комфорта на работе и не только у каждого свое, есть один абсолютно золотой эталон того, что нельзя поменять и нельзя отменить. Это реклама на Большом Радио. Не так давно обсуждали мы здесь, в этой студии, в эфире, историю со страхованием жилья от каких-либо ситуаций. От паводков, например. Да, от паводков, например, которые не сходят со страниц ни федеральных, ни региональных изданий уже вторую неделю. И вот, опять же, интересная информация. Треть россиян не делает ничего, чтобы защитить свое жилье от пожаров. И я, кстати, когда заголовок прочитала, призадумалась о себе и подумала, что я, наверное, тоже, получается, не делаю ничего, потому что у меня пожарного извещателя нет, хотя я некоторое время задумываюсь о том, что не поставить ли его. Огнетушителя нет? Огнетушителя нет. Единственное, что я точно... Но вы не курите, по крайней мере. Не курю, и более того, я точно знаю, что нельзя тушить водой, загоревшейся на сковородке масло. Достижение, которое пришло ко мне не сразу. Вы подготовлены. Вот, но вместе с тем, учитывая количество новостей о каких-либо возгораниях, и вот у нас, когда начался эфир, как раз появились на лентах региональных новостей сообщения о каком-то очень сильном пожаре на Беринга. На Беринга, да. Вот, поэтому вроде как нужно озадачиться. Давайте вчитаемся. Третье, это 3-4% опрошенных россиян не принимают никаких мер, чтобы испечить пожарную безопасность у себя дома. Опрос провел фонд «Общественное мнение», а пишет о нем газета «Ру». Согласно опросу, только 64% россиян отметили, что все-таки идут на те или иные меры, чтобы защитить свое жилье от пожаров. Обычно это контроль технической исправности электрического оборудования – 19%, своевременное выключение газа и электроприборов – 14%, а также соблюдение базовых мер выключения противопожарной безопасности, бдительность и осторожность – 12%. Каждый десятый респондент имеет дома огнетушитель. Всего лишь 8 датчики оповещения пожарной сигнализации датчика дыма, и только 1% сообщили, что пользуются при строительстве безопасными негорючими материалами. Ну, учитывая, что у нас существенная часть Мурманской области живет в многоквартирных старых домах, не представляется, наверное, возможным как-то глобально заниматься вопросами безопасности проводки, не знаю, каких-то материалов, из чего сделали, из того сделали. И, как правило, люди узнают о том, что у них что-то не так с проводкой, либо во время ремонта, либо когда что-то случается. То есть как-то в профилактическом смысле, ну, наверное, у нас люди не особо, да, как-то озабочены этими вопросами. У нас люди в профилактическом смысле, к сожалению, вообще не озабочены ни своим собственным здоровьем, как людей загоняют на диспетеризацию, ни страхованием своего жилья от стихийных бедствий, ни вот подбором... При ремонте те, у кого, ну, кто достаточно стеснен в средствах, на что обращают внимание при подборе материалов для ремонта? На дешевизну. Никто не задумывается о том, горючий это материал или негорючий. Понятно, что негорючие материалы стоят дороже. Но ведь основной источник угрозы при пожаре — это угарный газ. Не сама температура. Огонь, ну, относительно медленно развивается. Но если обшита поверхность пластиком, то 2-3 глотка и всё, и спать. И навсегда. Эксперты считают, что вероятная причина от такого, да, что мы мало задумываемся об этом, то, что большинство лично никогда не сталкивались с пожарами. 84% опрошенных рассказали, что у них дома никогда не случались пожары. Ещё 9% столкнулись с пожаром, который нанес жилью лишь незначительный ущерб, а 6% имели дело с серьёзными последствиями серьёзных возгораний. Я лично даже, ну, чтобы у меня в доме что-то горело, где бы я там ни жил, никогда не сталкивался, но в одном из домов, в котором мне доводилось проживать, регулярно горела мусорка. И горела она, разумеется, из-за чего? Из-за того, что товарищи, которые любят покурить на лестничной клетке, бросают мусоропровод окурок. И у нас регулярно горел, собственно, мусоропровод, дым на весь подъезд, и это тоже, знаете, малоприятно. У меня была дурацкая ситуация, я о ней как-то очень давно рассказывала в эфире, у меня был пожар в доме, я живу на первом этаже, пожар был на третьем. Квартира на третьем этаже выгорела полностью, погиб человек, то есть было две пожарные лестницы, четыре пожарные машины, пожарные с грохотом носились, значит, пешком до третьего этажа, всё вот это вот тушили, квартиру залили на втором этаже, полностью пролили, пролили квартиру соседскую на первом. Я благополучно проспала это всё и про пожар узнала наутро. Крепко спит, сильно устает. Дело даже не в этом, я сплю в берушах и в маске, то есть, и я вот, когда проснулась и прочитала новости, то есть я, во-первых, там, ну, открыла заголовок, там, ужасный пожар, унёс жизнь человека, я думаю, ничего себе, а потом понимаю, что, ой, ничего себе, моя улица, ничего себе, мой дом, и я поняла, что вот я тогда... Спать в берушах? Я тогда задумалась о том, что, наверное, нужно что-то поставить, какой-то пожарный извещатель, он же пищал бы, наверное, да? А вы в берушах его бы не услышали. Нет, я же телефон слышу, то есть резкий какой-то вот этот вот звук писклявый, его слышно. Он запищит, когда будет дым у тебя в квартире. То есть уже когда горит, уже дымится дым, ну, это как датчик дыма, он... Ну, в определённом смысле поздно, потому что если вы спите, вот, и у вас будет уже датчик дыма... А мне ещё котов собрать. Вы же не можете моментально проснуться? Ну, наверное, могу, но... На осознание происходящего, да. Необходимо. Потом, возможно, паника. За что хвататься? За котов, за одежду, за документы, за деньги. Это вы сейчас говорите. Что будет в экстремальной ситуации, никто... Всё равно коты. Никто не в состоянии... Но у тебя первый этаж, тебе хотя бы... Можно выбрасывать котов в окно. А, между прочим, серьёзная ремарка, потому что я вот живу в доме 93-й серии. Там, знаете, эти балкончики ласточкиные гнилые такие маленькие? Там же сделаны металлические лестницы. До пятого этажа. До третьих балконов. Так вот, люди их срезают автогеном. Их закрывают. Чтобы, ну, это же мой балкончик, а тут вот... И поэтому, ежели пожар... Вот, а у нас в городе, по-моему, только одна более-менее длинная пожарная лестница. И она до девятого этажа, кажется, не очень-то это и достаёт. В моём доме, вот в этой самой 93-й серии, был пожар несколько лет назад. Это было чудесно, это было ночью. Мы проснулись с женой от шума, выглянули, о, пожарная машина приехала. А потом чуть-чуть так в окно-то выглядываешь и понимаешь, что... А что-то боковое зрение показывает не то. Открываю окно, выглядываю, а у нас языки пламени, вот эти вот, знаете, на личных площадках между этажами в 93-й серии есть такие помещения общего пользования с окнами бойницы. Как переходы такие, да. И там устраивают люди свалки вещей, которые сейчас не нужны, но будут нужны. Обязательно. Короче, там рванул газовый баллон. Ох. Вот. И там была куча старой мебели стояла. И всё это горело, вот эти вот языки пламени. Очень красиво. Мы взяли документы, взяли деньги, вышли на улицу, постояли, посмотрели, как тут тушат пожар, вернулись домой. После этого я некоторое время думал о пожарной безопасности. Вот. Да. Поэтому о пожарной безопасности нужно думать всегда. Что рекомендуют специалисты? На сегодняшний день в жилых зданиях закон регламентирует только отделку путей эвакуации негорючими материалами. Но эксперты рекомендуют задуматься при строительстве или при ремонте. В принципе, обращать внимание, горючие или негорючие материалы вы покупаете. Вся информация есть на сайте МЧС России. Там есть прям рекомендации по выбору негорючих материалов. Вы можете с ними ознакомиться. Ну и всё-таки давайте вместе думать про пожарные извещатели. Слушайте, ну вот, когда ты живёшь в панельной девятиэтажке или пятиэтажке, да, ну, условно говоря, в каменном здании, то, наверное, ты в частном порядке сам себя безопасить как-то можешь, допустим. Но вот я всегда вспоминаю эту историю на Володарского, когда в Сталинке произошёл пожар и выгорело три этажа, потому что были деревянные перекрытия. И эта история, она совершенно точно не зависит от людей, от каждого индивидуально. То есть, наверное, в этих случаях, да, должно задумываться там, ну, управляющая компания, либо государство, либо надзорные органы. А у нас все эти дома, они там ещё и культурно, у нас леди, там просто так ничего не сделаешь. И это тоже накладывает, наверное, какие-то определённые сложности в том, чтобы обеспечить свою пожарную безопасность вот в профилактическом смысле этого слова. И, кстати, пока мы с вами обсуждаем пожарную безопасность, новость появилась в Мурманске на Кольском. При пожаре погиб мужчина. По сообщению прокуратуры Мурманской области, на шестом этаже жилого дома номер 150, корпус 1 по проспекту Кольский в Мурманске произошёл пожар. Шесть человек спасли, 15 шестов были эвакуированы. Есть один погибший. По версии очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Так что вот ещё один повод задуматься над пожарной безопасностью и над тем, как мы о ней беспокоимся в своих квартирах. Мы же перейдём к следующим новостям. И в России захотели штрафовать родителей за одну привычку детей. Инициатор этой идеи, это замечательно. Он представлен в СМИ как общественник Владимир Михайлов. Понимаете, кто такой Владимир Михайлов, я не знаю. За что штрафовать-то предлагается для начала? Расскажите, пожалуйста, друзья. Ну, привычка-то простая курение. Если дети курят, то родителей надо штрафовать. Ну, вот мой сын курит, так что меня штрафовать? Не, ну ваш сын курит, он взрослый. Да, но он мой сын. Да, нет, подождите, но речь-то идёт о несовершеннолетних, ясно, понятно. Зачем же вы вот так вот нас... Ну, вот если бы общественник Владимир Михайлов это чётко сформулировал, как и положено, тогда бы я и не упоминал бы о своём сыне. Да, речь идёт о штрафовании курящих несовершеннолетних. И знаете, я вот не против этой инициативы. Просто такое количество детей с электронными системами курения, парения, как это ни назови, вредения... Так вас электронные системы смущают? То есть сигареты не смущают? И сигареты тоже, просто тут уже не знаешь, что вреднее, учитывая, опять же, количество новостей и новостей, которые мы рассказывали, когда дети с отравлением поступают по скорой в больнице, после того, как они вот там что-то попарили. Я думаю, что да, наверное, если вот по-другому это не работает, и если родители... Ну, нельзя не заметить, что твой ребёнок курит. Нельзя. Можно. Да как можно? Это запах... Ну, так можно. Но извините, вы что, будете обнюхивать ребёнка? Это навсегда порушит доверие. Во-первых, курение вредит вашему здоровью. Это безусловно. Большое радио против курения в любом виде. Во-вторых, вот я, собственно, хотел спросить... Так. Удавалось ли, значит, Саша твоей маме контролировать полностью вообще всё, что ты делаешь, и соблюдение всяческих запретов? Совершенно правильно говорит Пётр. Если мы говорим про какие-то электрические системы, да даже не только электрические, порой и обычного курящего человека, если ребёнок хочет, чтобы это... и умеет, и знает, как скрыть, он скроет. И когда мы говорим о том, что штрафовать родителей за то, что их там дети делают что-то, чего делать не стоит, ну, так можно, я не знаю. Ну, а кого детей? Таким образом. Странный вообще подход. Именно с помощью штрафов. Вот я к чему. Я думаю, что это не... Вызывайте на профилактические беседы в школу. Да не работают профилактические беседы с современными детьми. Смотри, как это будет работать. Я тебе расскажу, как это будет работать. Ребёнок покурил, родители оштрафовали, родители накостыляли ребёнку, минус доверие, конфликты в семье, бросит ребёнок курить, не бросит ребёнок курить, он будет... Научится лучше скрываться. Научится лучше скрывать. И будет ещё в плохих отношениях с родителями. Научится лучше скрывать, родители в него пишут повторный штраф. Ну, просто сейчас... Смотря как бы, опять же, какую цель мы преследуем. И дальше что? Да, цель-то мы какую преследуем? Чтобы дети бросили курить. Борка. Такой же не бросит. Лешение родительских прав. Ну, не бросит курить, он будет лучше скрывать. Просто я к тому, что сейчас очень многие родители уделяют очень мало внимания своим детям. Вот, так вот об этом надо говорить. Это было всегда. Да не всегда это было. Всегда очень многие родители мало уделяли внимания своим детям. Иначе бы не было у нас безнадзорной молодёжи, молодёжных банд и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас у нас поднадзорная молодёжь, но она вся не с родителями, она вся в интернете и в гаджетах. А родители все в работе. Ну, вот надо как-то всё равно... Или в тоже интернете. Так вот, ты понимаешь, опять же, мы о чем говорим? Мы говорим о вреде курения или мы о том, что дети с родителями не общаются или родители с детьми не общаются? А это одно вытекающее из другого. Одно на другое не влияет. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продается. Ой, не надо вот этого. Просто если родитель не в состоянии объяснить ребенку, что курить это вредно, или он недостаточно внимания уделил этому разговору, или он не авторитет для своего ребенка... Штраф пять тысяч. Да. А потом мы поднимаем демографию у нас в стране. Я однократно объяснял своему сыну, что курить вредно, что это глупо и так далее, и так далее. Но я-то курю, и он это знает. Да, и вы личным примером, да, вы не авторитет в этом плане действительно получаете. Следующий этап, штрафуем всех вообще, кто курит. Давайте сделаем, наконец, то, я вот уже, наверное, лет 20 прошло, как я впервые высказал эту идею в СМИ, вот и продолжаю регулярно ее повторять. Продавайте табачные изделия в аптеках по рецепту врача. Интересный подход. И тогда, а вы что, первый раз слышите? Да. И тогда попросту те, кто курит сейчас, вымрут рано или поздно, а новых курильщиков не появится. Тут пытались у нас, разные есть практики различные, мировые, да, как бороться с курением. Вот сегодня была новость, что в Великобритании решили запретить продавать сигареты тем, кто родился после 2009 года вообще. А я вспомнил, что не так давно в Новой Зеландии был аналогичный закон принят. Там у них была статистика такая занимательная. Там до 8% населения курили в стране. Так это мало, у нас 22%. Для них, им это уже показалось достаточным, чтобы этим вопросом, так сказать, заняться. Население или молодежи? Население. Этим вопросом заняться. И также было принято решение, пролоббировано, что всем тем, кто родился после 2009 года, сигареты не продают вообще. Ни в аптеке, ни по паспорту, никак. Так, родился в 2009 и дальше, до свидания, курение для тебя. Ну, как-то... Ну, наверное, пока сложно оценить, да, как и многие вещи, которые касаются... А я слышал, что отменили. Как касается нашей... Там поправки были какие-то внесены, я вот не успел перед эфиром прочитать, потому что только иностранные источники нормальные были по этой информации. Но к тому, что этим вопросом тоже занимались и пытались такую идею продвинуть. Не, ну это вот даже для меня слишком, конечно. Но вот история с детьми и родителями, наверное, надо искать какие-то форматы, формы, варианты, как доносить до детей, а что это вредно, не знаю. Классическая капля никотина убивает лошадь. Так я не лошадь, ха-ха-ха. Вот так это и будет. Вы прослушали юмористическую зарисовку от Петра Булочева. Теперь бонусом послушайте рекламу на Большом Радио. Продолжаем обсуждать новости. И у нас есть звонок. Добрый вечер. Алло. Не алло. Перезвоните нам, пожалуйста, еще раз. Алло. Да, алло, здравствуйте. Ага, добрый. Ага. Владимир беспокоит. Здравствуйте, Владимир. Хотел поговорить по поводу табакокурения, если есть. Вот я тоже курил, с уверенно, достаточно много, лет, наверное, 20 почти. Потом бросил. Бросил по одной простой причине, потому что то, что сейчас, так сказать, продается под видом сигарет, это далеко не сигарет. То есть табака там, ну, как, те, кто курят, знают. Да. Значит, вот я бы хотел задать вопрос без ответа, что называется. Почему идет такая борьба с табакокурением? И в то же время очень, в многих странах мира начинают регализовывать, так сказать, легкую... Легкие наркотики. Да, да. То есть там вот можно этот, можно тот, можно это. Но только не курите. Понимаете? Потому что прибыль больше. Табак, табак, он намного более, так скажем, это как его... Токсичный. ...обезопасен по сравнению с тем, что, соответственно, предлагают сейчас в качестве альтернативы. Как вы деликатно обходите это слово. Да, 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 да. Так. Я горжусь вами, Вадим. Ну, понятно, что там говорить, потому что все как бы так понятно. Я так думаю, что, в принципе, есть какие-то причины, потому что борьба с курением идет во всех странах мира. Вот везде, ну, я думаю, что вы тоже побывали, в том числе, за границей, и везде вот это вот, так сказать, перечеркнуто, и борьба такая, что просто. Хотя я вспоминаю, лет 30 назад я работал на производстве, там, зайдешь в эту, как его, и топор хоть вешал, хоть в кабинет директора, хоть в эту, у мужиков в эту, в коптерку. В самолетах можно было курить, если рейс больше двух часов. Никто не верит о том, что можно было курить в самолетах. Никто в это, я помню, я это застал. Что можно было курить. Я скажу, я курил. Я не курил, я застал, я тогда... Вадим, скажите, скажите, пожалуйста, вы своим детям как объясняли вред курению, и вообще были ли такие разговоры? За трещину, да. Нельзя говорить, да. Ну, поздно уже, слово не воробей. Ну, да, тут потом, когда подросток сказал о том, что, папа, ты знаешь, я только стоял рядом, я, все, все. А он говорит, ну, я запомнил на всю жизнь. Поэтому как-то, я, честно говоря, свой первый хабарик выкурил во втором классе. Вот я так хорошо помню это дело. Как я шел, мне тут это, товарищ, смотри, лежит недокоренный, давай попробуем. Мы, так скажем, за углом затянулись. А какой у вас стаж был, когда, к моменту, когда вы бросали? Ну, вот в 18, я бросил в 30, по-моему, 3 года. Молодец, Вадим. Да, причем бросил в ресторане, после, так сказать, этого, вышел, сказал, это последний. Там все, глаз у всех выпалкать, не может быть. Ну, вот как бы потом сказали, да. Да, да, да. Героический поступок. Понимаете, в ресторане я понял, что нужно, так сказать, это будет жестко, жестко надо этот вопрос решать. Вадим, огромное спасибо за звонок, рады вам всегда. Всего доброго, хорошего вечера и выходных. Есть у нас еще одна инициатива в Государственной Думе, прозвучавшая. Там предложили включить школьную программу «Поездки в города-герои». Туристические поездки в российские города-герои и города воинской славы нужно включить в обязательную школьную программу для учеников 7-8 классов в рамках федерального проекта «Патриотическое кольцо России». Такое мнение в беседе Стаса высказал депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волосков. — Учитывая количество городов-героев, ладно, а учитывая количество городов воинской славы, кольцо получится либо кольцо, либо не одно. — Тяжко придется школьникам, которые живут у нас в Мурманске. — Некуда поехать, живем в городе-герои. — Я хотел сказать, что тяжко будет тем, кто у нас живет на Дальнем Востоке, на каком-нибудь. — Да, им долго ехать. — Долговато, да. — А главное, за чей счет, опять же, вот этот ваяж будет патриотический? То есть, с одной стороны, конечно, изучать историю, да, и историю городов-героев, почему они получили это звание, так же, как и историю городов воинской славы, надо. — Это можно в интернете. — Вот, обязательно ли для этого ехать, тем более, что сейчас телекоммуникационные системы позволяют и экскурсию провести чуть ли не по интернету. — Видеоэкскурсия, да, вполне. — Да, плюс можно делать телемосты с теми же школьниками из городов, которым посчастливилось жить в городах-героях, и которые могут рассказать своим сверстникам на том же Дальнем Востоке, как они гордятся своим родным городом. — Я хочу сказать, что это классическая новость из жанра «все новое» — это хорошо забытое старое, потому что в советское время такие поездки были. Вот в Мурманске это называлось «Поезд юный мурманчанин», который отправлялся либо на зимних каникулах, либо на весенних. Я вот ездил, по-моему, на весенних каникулах, и нас на поезде провезли до, естественно, Ленинграда тогда, потом, по-моему, в Ригу заехали, если я правильно помню, потом Минск, Брест и назад. И все это вот в 7-8 дней каникул. Да, было интересно. Во-первых, весело, когда весь поезд забит примерно твоими ровесниками, плюс-минус год-два. Во-вторых, интернета тогда не было. И Мурманск тогда еще не был городом-героем. Поэтому было интересно потрогать, посмотреть, послушать. Я подозреваю, что это не личная идея господина Володского, потому что он сам же сказал, что депутаты Госдумы подготовили законопроект о железнодорожных круизах, принять который планируется уже в эту весеннюю сессию. За чей счет? Но тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что за государственной. Единственное, что можно предположить, что не родилась ли эта замечательная идея в недрах РЖД. Кстати, ну почему бы и нет тогда? Получить оживленные маршруты, гарантированные с оплатой из госбюджета в те периоды, когда нет пиковой нагрузки. Естественно, это будет не лето. Естественно, это будет не на Новый год. Можно неплохую денежку освоить. И здесь надо тоже, я думаю, понимать, скорее всего, не будет такого, что повально все школьники вдруг резко начали колесить у нас по стране. То есть, скорее всего, это будут какие-то очень небольшие группы из особо отличившихся, может быть, за особые заслуги сформировали. А я считаю, что это нечестно. Нужно двоечников отправлять в плане перевоспитания, чтобы они прониклись в патриотическое составляющее истории нашей страны. И перевоспитались. Слышишь, какая антимотивация будет? Надо учиться как можно хуже, чтобы тебя отправили на каникулы. Юнормейцы первыми поедут. Ну, вот я думаю, то есть, скорее всего, будет такая история для не всех. Давайте успеем еще рассказать нашим слушателям о мировых новостях, тем более, что они касаются всего населения планеты Земля. Индия заняла первое место в мире по численности населения. Сейчас оно оценивается в 1,442 миллиарда человек. Китай с его 1,442 миллионами остался на втором месте. Об этом сообщает фонд ООН в области народонаселения в своем докладе. Рост индийского населения фонд связывает с улучшением социально-экономической ситуации в стране и снижением уровня материнской смертности. По оценкам в 1990 году на Индию приходилось 26% случаев материнской смертности в мире, а к 2020 году этот показатель снизился до 8%. Это, кстати, действительно очень хорошая новость. Исследователи объясняют такой прогресс улучшением доступа к качественным услугам по охране материнского здоровья. Что характерно, пика китайская. Мы же всю сознательную жизнь знали, что Китай – это самая густонаселенная страна мира. Так вот, оказывается, что пика населения Китая достигла в 1922 году, и в 1923 уже начало снижаться. А пик был 1,426 миллионов. Ну и по прогнозам, учитывая, так сказать, продолжающуюся такую разумную, слово выскочило из головы, этнография почему-то. Демографическую? Демографическую политику. Предполагают, что до конца века, до него, правда, еще жить и жить, население даже в Китае упадет ниже 1 миллиарда. А вот по поводу Индии прогноз 2 миллиарда 200 миллионов к концу века. Я сегодня тоже, значит, почитал немножко разных научных статей, не привязанных к этой новости, а в целом вообще посмотреть, что у нас писалось по населению Земли. И прогноз был такой, что к 2050 году численность населения планеты Земля может достигнуть 9-10 миллиардов рублей, господи, человек. А я напомню, сейчас у нас 7 миллиардов, там 900 миллионов плюс-минус, да, с погрешностью. И вот 9-10 миллиардов называется чуть ли не предельной емкостью вообще нашего шарика голубого. А я напомню, что в Китае была проведена политика, и достаточно долгое время она проводилась. С 1979 года по 2016 год проводилась политика «Одна семья, один ребенок». Когда гражданам Китая обычно разрешалось иметь только одного ребенка, либо разрешалось, ну, если это двойня там и тройня, то тут понятно, или двух на одну семью в деревне при условии, что один ребенок первый – девочка. Или при условии, что оба родителя из семьи, где они были единственными детьми. К чем это аукнулось для страны, это отдельная история. Когда я была в свое время в Китае, мне рассказывали про чудовищное количество абортов, когда женщины узнавали, что у них не мальчик, сразу же практически каждая вторая шла на аборт. Штраф за рождение второго ребенка тогда составлял от 4 до 8 средних годовых докладов в регионе рождения. И это действительно была неподъемная сумма, и ограничение, оно действительно было очень жесткое. И когда в 16-м году это ограничение сняли, китайцы не бросились рожать. Ну, конечно, при 100 лет. А потому что другой стал фактор работать. Да. О повышении общего благосостояния, и как показывает практика и Западной Европы, и Северной Америки, и России, что чем выше благосостояние, тем меньше рождаются детей. И несмотря на то, что сейчас в Китае действует разрешение семьям иметь до трех детей, рождаемость продолжает снижаться. И если в 2020 году уровень рождаемости упал на 15% в годовом учислении, в 2020 году у них родилось 12 миллионов человек. И это самый низкий показатель за последние 60 лет. Вот какие два разных взгляда. У нас тут инициативы в нашей стране чуть ли не вводить налог на бездетность, а в Китае в свое время, наоборот, был штраф за слишком большое количество. Но, слушайте, они не могли прокормить тогда такое количество народа. У них не хватало денег. Сейчас у них денег хватает. И через некоторое время у них будет проблема острая. Старение населения. С пенсиями и со всем этим прочим. Совершенно верно. И у них тоже начнется стимулирование. Материнский капитал появится и так далее, и так далее. Конечно, при населении страны почти в полтора миллиарда говорить о материнском капитале и проблемах с демографией. Ну, вот такой мир, он необычный. Да, но вот Индия, конечно, которая вышла на такие показатели, и особенно показатели, к которым она стремится, и, судя по всему, придет, они шокируют, это прекрасно, что у них улучшилось отношение к здоровью матерей и детства, потому что... Если бы они еще к экологии улучшились отношения. Вот, а у меня просто воспоминания, когда я была в свое время, вот эта вот история, когда жаркий-жаркий день, мужчина, значит, рубашечкой стоит в теньке, а две женщины с мотыгами роют канаву на санцепёке, просто вот в своих саре одетые, и вот в эти же саре в подол землю его носят, а мужчина просто наблюдает за это со смартфоном в руке, значит, он контролирует. И у них такое было повсеместно. То есть права женщины и отношение к здоровью женщины было достаточно специфическое. Ну, Индия-то вообще в этих вопросах отношений между людьми и страна специфическое, у них же там до сих пор кастовая система есть, да, поэтому тут одно на другое наслаивается, и получаем такие картины. Вот, ну, а Китай у нас сейчас там чуть ли не первая экономика, да, по динамике, по росту этих темпов, и, конечно, если они вот в какой-то момент могут почувствовать эту яму демографическую, которую они сами себе создали, вот благодаря этой программе «Одна семья, один ребенок», я думаю, что и в последующем это можно сказать, в том числе и на экономическом росте. Слушайте, я вот подумал, такое совпадение забавное, то есть в Китае ровно в 10 раз больше народу, чем у нас в России, и в Индии ровно в 10 раз больше. Вот, и это напоминает, знаете, ну, мы же в БРИКС состоим, везде из Китая, мы из Индии. Это напоминает мне вот эту старую сербскую шутку, что, ну, типа, нас мало, но вместе с Россией-то нас 150 миллионов, вот, и мы, нас мало, но вместе с Китаем и Индией-то нас 3 миллиарда. Ну что ж, на этой новости международной мы завершим наш эфир, успеем еще очень быстро рассказать вам о погоде. Интересно же, что там, где там весна в апреле? Весны в апреле до конца этой недели ждать не стоит. 20 апреля погода Кольского полуострова по-прежнему будет определять. Северо-западная периферия активного циклона, что значит что? Что у нас будет интенсивный ветер, возможно, метели, температура воздуха дневные, минус 2, минус 7. Ночью 21 апреля по Мурманской области ожидается в отдельных районах очень сильный порывистый ветер, местами снег. Днем и в течение суток 22 апреля также небольшой снег. Преобладающие температуры днем минус 5, минус 10, при прояснениях минус 17. Ночью, вот, возможно, это минус 17, днем до минус 5. Ну там, кстати, осадки-то в центральной части Кольского полуострова. Здесь у нас на севере практически будут отсутствовать. Там на востоке будет снежком заметать, а у нас просто будет задувать. Утепляйтесь, проводите больше времени с любимыми и близкими людьми. Дома. Мы же с вами на этом прощаемся, обещаем вернуться в следующую неделю. Она будет длинной, шестидневной, с рабочей субботой. Мы будем с вами, мы будем поддерживать вас. А сегодня с вами были Петр Булычев. До свидания, чай, плед, телевизор. Максим Жиравин. Всем пока. Меня зовут Александра Козлова, я желаю вам исключительно хороших новостей. Мы уходим, но с вами остается Алексей Марьин, который поставит вам много интересных и красивых песен.